Друзья, всем привет! Вот и наступила долгожданная весна. Выбрались первый раз на участок посмотреть, как там дела, и обнаружили вот это. Это какой-то ад. Кроты нас в этом году атаковали настолько сильно, такого никогда не было. Полностью весь участок изрыт просто гигантскими терриконами. Зима выдалась в этом году достаточно снежной, и пока участок был под снегом, даже в камеру ничего там сверхъестественного на нем не наблюдалось. Но как только снег сошел, вы сами можете видеть, что это просто кошмар. В некоторых местах эти кротовые пирамидки достигали чуть ли не по колено высотой. А в некоторых местах были просто дыры в земле, как норы. Вот интересно, почему оно так происходит. А вот и наша стоечка от гамака. Зиму пережила, не растрескалась, ничего с ней не случилось. Скоро будем дальше кататься. В ближайшем гипермаркете была приобретена вот такая вот штука. Это кротовая трава, ну даже не отрава, это репеллент, который отпугивает кротов. Его нужно засыпать непосредственно в норы. Внутри это выглядит вот так. Такие вот гранулы. Гранулы с достаточно резким запахом. И все это дело мы понемножку запихивали вот в эти норы. И потом засыпали их землей. То есть забивали полностью, чтобы в эти норы кроты не вылазили обратно. Вот сколько я себя помню, сколько мы не приезжали на участок, сколько в детстве я там не проводил времени. Чтобы настолько много было кротов, такого не было никогда. Может быть из-за того, что в этом году зима выдалась достаточно снежная. И кротам, как говорится, было нечем дышать. Из-за этого они делали себе вот такие вот огромные тоннели, огромные пирамиды, чтобы в их норы поступал воздух. Но, честно скажу, картина совсем неприятная. Полностью уничтожили весь участок. В каждую норку мы засыпали вот эту вот отраву. И потом забивали землей, засыпали эти норы. Будем надеяться, что эта вещь поможет. Появилась идея заказать тоже с Алиэкспресса всякие вот электронные примочки, которые нынче модны, которые распугивают кротов. Ультразвуковые, либо вибрационные пугалки, либо на обычных батареях, либо на солнечных батареях. Посмотрим. Что-нибудь обязательно из таких вещей закажу. Позже протестируем. Интересно вообще, работает это или нет. Ну а вот наша камера, которую мы ставили в прошлом году по осени. Камера себя показала отлично. Она уже висит примерно полгода. И осень пережила, и зиму пережила, и морозы пережила. И все с ней нормально. Камера не дала за это время ни одного сбоя. Несколько раз ловила всякие интересные моменты, посылала на наш FTP-сервер. По камере все подробно описано и рассказано вот в этом плейлисте. Смотрите по ссылочке. Интересно еще было, как поведет себя наш колодец водопроводный. То есть в который мы проводили водопровод. Я боялся, что его полностью затопит. Такое количество снега. Но, как видим, грунтовые воды в него не проникли. Значит, рабочие не схалтурили, а нормально все загидроизолировали. Поэтому потопа в нем нет. Появилась еще идея в этом году продолжить ремонт нашей дачки. И в этом углу участка закопать нормальную человеческую канализацию. Сделать два кольца по полтора метра. Два колодца по два кольца. А вот на этой маленькой кухоньке сделать уже санузел, туалет с ванной. И в целом ее отреставрировать тоже. Так что посмотрим. Будем надеяться, что кроты от этого репеллента разбегутся. Потому что то, что мы увидели, нас совсем неприятно удивило. Ну а кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, как эффективнее избавиться от кротов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...